25 лет назад советские войска были выведены с территории Афганистана. В мирное для своей страны время более 5000 наших земляков выполнили свой интернациональный долг, защищая интересы дружественного государства. Поэтому война в далекой горной стране стала частью боевой истории нашей страны и города Бреста. Память о солдатах и офицерах, самоотверженно защищавших родину, жива по сей день. Время проходит, все время лечит, не всегда, конечно, лечит. Память, которую мы проносим через эти годы, она должна оставаться и присутствовать у нас всегда. Мы должны так помнить, кому обязаны, тем, что сегодня мы имеем вот этот вопрос. Ведь, возможно, и Конституция не была бы в этой записи, если бы не была войны, мы бы не стали. Сегодня в Бресте насчитывается 1366 ветеранов афганской войны. Многие из них потеряли друзей, ставшими родными за короткое время. Солдаты, прошедшие афганские горы и пустыни, следовали своему воинскому долгу и верности присяге. И поэтому на примерах их мужества и самопожертвования будет воспитываться еще не одно поколение – их сыновья и внуки. Большой опыт вкладывает данная категория военнослужащих в прошлом по патриотическому воспитанию молодежи, по даже духовному воспитанию нынешних воинов, которые проходят военнослужбы в воинских частях. Так как эта категория людей прошла через огонь, воду, горы, она имеет самое главное – это боевой опыт и веру в плечо товарища. Александр Полушенков обсудил с присутствующими проблемные вопросы в сфере льготного обслуживания и заверил, что в ближайшее время все спорные моменты будут улажены. Война – это незаживающая рана на сердце каждой вдовы и матери. Поэтому сегодня оказание поддержки на уровне государства и города – задача, которая успешно выполняется на протяжении долгих лет. Война – это проверка человеческого характера. Нельзя сказать, что кто-то стал лучше, кто-то стал хуже, но именно на войне перед лицом опасности люди показывают свое истинное лицо. Продолжение следует...